всех приветствую на своем канале потому что уже больше не с кем скажи замотали мы где-то около 200 рулонов на поле сейчас маленько покажу как это происходит, что не видел сейчас лом у нас работает, можно двигаться вот, то есть там вальцы на классе 46 и на МТЗУХе не всегда хорошая гидравлика и приходится вот так вот поджимать хлопушку то есть под давлением рулон распирает и хлопушка маленько раскрывается и вот чтобы более плотно делать рулон я так несколько раз поджимаю ну и посматриваю на манометр сейчас манометр только вошел в зеленую зону сейчас покажу как он будет в красной зоне выглядеть сено такое не очень грубоватое потому что здесь много иванчая не знаю будет видно, не будет видно но для овец вот это разнообразие полынь иванчай, клевер, всякая такая разнообразная трава это еще и лучше поедают они ее с большим удовольствием вот у нас лавок закончился вчера я не докатал потому что сетка кончилась вот сейчас ждем вот у нас сработал манометр вот в красной зоне вот манометр перестал работать но это из-за того, что упало давление в камере но в принципе рулон сформирован вот сетка отмаливает все, флажок упал сетка обрезана и начинаем открывать ну сейчас пойдем посмотрим, что у нас там получилось вот такой вот рулон у нас вышел я говорю, такой, ну и трубка попадает вот ну и костер есть но это не очень хорошо так, вот так он выглядит какой-то валец, видать, попал в мусорина и так, вроде бы здесь ничего такого нету так что поехали, наверное, дальше посмотрим, что получится так, кто не смотрел мои видео и не знает то вот так вот можно посчитать количество раз обмотано сколько обмотан рулон да, у нас пресс-подборщик и нитка и шпагат и сетка но в основном, конечно, работают с шпагатом потому что выходит чуть дешевле сейчас сетка вот я покупал только что заказал это 1,23 ширина на 3 тысячи метров экобуловская она стоит 13,100 заказывал я в гатчине на гатчине ООО Лира так что кому нужна заказывайте быстро отправляют быстро приходят то есть без проблем давно у них покупаю ну, не много ну, покупаю там 4-6 рулонов за сезон мы как бы тратим выходит где-то в полтора раза дороже чем шпагатом то есть на рулон но чем хорошо то есть обмотка происходит ну, сами видите и посмотрите на этом видео засетите сколько будет в реальном времени я не вырезал ничего то есть сколько времени потратится именно на обмотку рулона сеткой буквально там 6-10 секунд в отличие от 2-2,5 минут на шпагателе ладно поехали посмотрим что у нас дальше получится ну, мы продолжаем ехать чтобы убедиться какое количество времени нам требуется на обмотку сеткой сейчас еще один выглядит вот трактор начинает дымить под нагрузкой то есть манометр смотрим на датчик 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 на прессе в красной зоне ну вот я нажимаю и пошла обмотка смотрим сколько пойдет обмотка все, обмотка закончилась и выгружаю выгрузил нож взвелся ну и едем дальше так, это у нас будет третья минута ну буквально за три минуты два рулона то есть а на шпагате только две минуты обмотка рулона шпагатом такое время занимает так что проигрывая по цене выиграем по времени но что в сенокоз я считаю очень важно так очередной раз трактор начинает работать под загрузкой смотрим на науле нажимаем и пошло раз два три четыре пять шесть семь восемь девять так ну думаю что будет интересно дальше сниму несколько вроде бы все что хотел показал но сейчас покажу еще несколько рулонов так что так что еще хотел сказать по рулонам значит вот так вот начинает выпирать середину вот из-за рулона это показатель того что рулон перекрученный то есть много набилось еще что хотел сказать если у вас вот так края начинают собираться и получается рулон похожий на огрызок яблоко то есть вот именно сетка вот здесь видно что эти края не домотаны вот так она должна растянута быть это значит что у вас слабая натяжка бобины в данный момент у нас этой натяжки нету потому что я когда поставил новую не закрыл ее так вот так она прикрывается и сейчас посмотрим как у нас она будет протягивать сейчас я покажу то есть придется нам регулировать или не придется регулировать регулировка натяжки прижима бобины находится вот здесь вот эта вот пружина я ее переделывал здесь был маленький кусочек и он не особо хорошо работал то есть я переделывал на свой лад так смотрите сейчас чтобы у нас по лад